теперь видно я вам еще написал тут скину потом у вас у вас национальная библиотека есть в ереване там 38 томов моих книг я как писатель подарил им ездил я знаю хорошо армян вот у нас в москве этот крещение они принимают православными делаются я знаю у вас заблуждение очень много верит сейчас шкурки опускают протер и все крещение должно быть погружение в воде писание говорит вот у нас нынче одна армянка принимала крещение очень хорошая анаид звать моей маме тоже на звать вот она приняла крещение теперь его звать егора библейское библейское имя да знаю ну вот так очень хорошая сестра ревностная такая она где-то там в россии живет приезжала к нам на алтай у нас крещение в воде священник заходит в воду и мы все делаем бесплатно за крещение нельзя брать деньги нигде а мы у меня к вам один вопрос вообще вопросов много просто иногда забываю думаю я спрошу игнатию тихоновичу потом забываю но один сейчас я вспоминал можно задавать да у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет не против я слушаю говорите вот вовремя когда израильтяне были и в египте они были в рабстве да и когда фараон приказал убить всех еврейских младенцев и когда родители моисея отпускали его в реку его поймал поймала там нашла дочь фараона да сейчас мне интересует в раю все счастливы если фараон фараон не находится в раю то дочь фараона если в раю как она может быть счастливой если ее отец в аду про это разговора даже нету в нас будут те же чувствования какие во христе иисусе это не 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 пара он не речит любая мать мать верующая а сыну разбойник его застрелили и как она будет она будет смотреть на него гневно тоже как бог в ней чувства будет другие неземные он бога ненавидел поэтому чувствуете божественное наполнит каждую душу и небе на которые попадут в рай они не будут жалеть тех которые воду этого не будет это все по богу будет так писание нам говорит об этом нас будут те же чувствования какие во христе иисусе вот так спасибо за ответ а мы говорим не спасибо спаси христос спасибо тоже спаси бог нет бога не там то бога никакого нету спать это раза разложения нету спаси христос надо имя христа упоминать чтобы люди понимали чтобы христиане а спаси бог все безбожники говорят это нет там никакого бога нет и слова бог нет это два предложи два слова было бы они говорят другие что падали перед богатого спаси бай 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 были других странах вот армян как только начнешь разговаривать а кто первые христиане стали вот все время как гуси какие это гуси мы готовим спасли их давно съели гусей и армяне также игру кто первое армия не первые я говорю кто через кого обратились а но если вы знаете григорий армянский он у нас посчитается как святой 4 век 1 обратились евреи апостолы через их греция дальше там коснулась рима а потом уже вы четвертый века россия в десятом веке армия первое христианское государство как государственную религию армия принимала христианство первой 301 году только 325 принял рим но это никакого отношения к моей жизни не имеет вот начнешь говорит цыгане тоже что то есть главное а вот это кто все спрашивает чтобы как будто бы они этим возвышаются нет этого все от того зависит в духе истине ты поклоняешься или нет господь не смотрит на нашу национальности национальности и 2896 считаются они все вместе называются язычники бога избранный только еврейский народ великое приобретение быть благочестивым и довольным павел горит и великое преимущество быть иудеем особенно в том что им вверено слово божие библия евреям дана богородица еврейка христос воплотился еврей поэтому 12 5 бытие говорит проклинающий вас евреев семя авраама прокляты будет благословляющий будет благословен поэтому этот народ надо благословлять чтобы они обратились христа признали они распинали когда читал библию впервые я очень возлюбили еврейский народ мне очень нравится этот народ ну вот такое дело у меня привезли одного тут показать евреи там это вроде христианство он еще часа три у меня побыл дома и обратился в православие принял крещение мы нашли где полное погружение в переделки на около москвы дальше писателей это и он стал священником на ум израилевич чистопородный еврей его там родители вот так очень хороший он кстати игнатий тихонович последние дни еврейский народ обратиться к христу да 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 я вам написал сейчас где у вас обоевать тоже некому отвоевались а вы во скоро всех землю зароют потому что у этих нефть они в десятки раз богаче вас ничего нету мы идем а там коров гонят от еревана и коровы грызут травинки на скале они берут там скалы грызут у вас еще не то у нас тут земля до горизонта игнатий тихонович но вам еще не сделать их на них больше раз в десять они по-мусульмански правые потому что их больше они больше земли надо ну вы-то христиане как вы воевать будете мы умрем а в землю это нигде не наказано чтоб ты гонят тебя беги в другой город прошу прощения из библии мы знаем много случаев когда малые победили многим нам воевать оружие брать нельзя оружие брать нельзя в руки откровение 13 10 убивающий мечом будет убит кто ведет в плен сам пойдет в плен господь говорит любите господь говорит любите врагов ваших любить они воевать надо ветхом завете да так а вон завете все по-другому почему она тоже воевал это ветхом завете господь говорит ненавидьте врагов а я говорю вам любите врагов вы говорите как будто не христианин любите врагов не просто делать добро а любите вот у нас нет врагов и наши люди которых призывают в армию на альтернативной основе присягу никто не принимает но служат там год добавят за больными ухаживать то поваром поставят никак нельзя об этом ссылаться дебору все воевали а то так было но господь ведь я принес и что когда говорит о стилении не приняли скажи мы как илья сожжем не знаете какого вы духа духа какого но если бы христиане не воевали христианство не было бы таким великим религией она не великой георгий нет она с которой считаются вот у нас здесь я в университетах преподавателем как преподавал много и там одна доцент она сколько где кажется три года спрашивала студентов и и оказывается оказывается на 300 крещеных 300 один только ходит в церковь а все остальное пустота я христиане не считают и посты не соблюдает ничего нету 0,3 процента христиан если допустим мусульмане они пятикратный намаз вот наша группа у нас семикратный намаз совершаем молитвы собираемся у нас группа такая интернетная вот сейчас вот четыре часа сейчас будет звонок опять и через каждые два часа у нас звонок и 10 минут молитвы мы все нужды друг друга знаем молимся друг за друга помогаем вот так господь дает мы ссылаться можем только на евангелие евангелие от я на 12 глава 48 стих иисус говорит я не сужу вас слово которое я с большой буквы я говорил она будет судить последний день она не ветхий завет ветхий завет отмер полностью только нравственность осталось это никакой ссылки не может там быть где призывает правде мы это берем псалтырь читаем а так и как бери оружие нету бог отнял оружие вложи меч твой в ножны даже за христа меч не подняли богородица это было под римским игом он же не сказал давай освободим ее нету не знаете какого вы духа мы духом христовым святым движемся почему бог не убивает дьявола и его ангела а это у богу вопрос помолитесь и бог вам ответит если бы дьявола не было нам бы негде было показать свое мужество так объясняет златоуст человек вышел сражаться борец а никого нету ему какую медаль дадут он ни с кем не боролся так и здесь дьявол нисколько не по не помешал ее у которого отнял 10 детей в один день все скоты и он богом прославляется по сегодняшний день а другой в раю был выпал оттуда вот ответ мне вот нисколько это не помешало что меня арестовывали там я сидел сколько страдал то меня выкручили меня в общей сложности психиатрии проще 26 лет мучили 26 лет а теперь я не знаю я реабилитирован ничего этого нету я живой здоровый преподаю я тоже сидел в тюрьме три года но за что как вот у меня статья политическая было так вы с нами то и не не становитесь на молитву в каком часу какое время ну вот сейчас начинается мальмоление то вы попроситесь и у вас данная то наши есть чтобы вас присислили туда и как сейчас зовут звонок уже идет сейчас молиться наши будут у вас майка то написано знаете еще написано братья не знаю точно нет не братья брат да брат я f это вас что-то там федор там допустим как или еще как звать на букву ф знаете у меня много вопросов просто я не могу помнить нужно было записать ну пока какие какие помните говорите вот например руль да она муавитянка ну и что вот если она муавитянка она прародительница иисуса христа один из его прародительниц да но в моисеевом законе написано что муавитяне не имеют права войти в храм господин как может руль стать потом войти в храм господин войти не могут а принять могут просто войти и войти она не просто вошла туда принято по закону он восстановил себя на ней народ муавитский тоже такое происхождение такое греховное инцест там имело место да но она не муавитянка и было она возвысилась выше этого выше стала поэтому она когда приняла это все по закону она приняла еврейский закон и господь принял ее но она прабабка является уже и все на так слушаю я просто не могу помнить я про одно скажу вам вот сколько у вас были карабах уже не ваш он никакого отношения ко мне имеет в части сейчас находятся русские миротворцы да это все выметутся русскими до этого русские тут сейчас еще со всех сторон 50 государств против россии идет так что тут и не надо говорит россия миротворцы в один день выметут их как не бывало там правда они там с этим курием там еще по-хорошему ну это в один день все меняется они мусульмане это воинственный народ у них по вере положено не принимают мы их победили воинственному народу но не при не победили их их не победишь смотрите сколько сейчас почти два миллиарда мусульман не проповедовали а теперь ухают и ахают мусульмане если не покаяться могут спасаться на я не враил если по покаяться они покаются нет верующих сына божий иметь жизнь вечную евангелие 3 36 они верующие не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем не не там не никак если он никогда не слышала христи никогда не слышал тогда вопрос другой бог будет судить по совести к римлянам одиннадцатая глава так что писание говорит нам так вера от слышания слышание от слова божия римлянам 10 вопрос у меня игнатий тихонович вот в языке или да бог говорит что в египте не будет обитать человек 40 лет я стих не помню но это помню 40 лет и нога человеческая не будет там и нога скота не будет в египте почему это пророчество еще не сбылось я не знаю где вы прочитали такое дайте назовите стих глава прочитать давай я открою библию ваших армян в москве это на машинах они там по продают то что пытается я смотрю внимательно за этим и щас оттуда турец со всех сторон но считайте говори скажи так говорит господь бог и вот я на тебя фараон царь египетский большой крокодил который лежит среди рек своих коварищ моя река я создал для себя вот где-то здесь должен быть где-то 40 лет не будет ничего такого не знаю вы ничего не нашли вот вот глава 29 ну ка давай 29 стих какой стих 11 начинается давайте 20 29 11 как и какая книга языки или языки да да давай читайте вот это с 10 стиха я начинаю я на реке твои и сделаю землю египетскую пустыню из пустын от мигдола до сены до самого предела ефиопии ефиопии не будет проходить по ней нога человеческая и нога скотов не будет проходить по ней и не будут обитать на ней 40 лет и сделаю землю египетскую пустынею среди земел опустощенных и города ее среди опустелых городов будут пустыми 40 лет и рассею египтян по народам и развею их по землям ибо так говорит господь бог по окончании 40 лет я соберу египтян из народов между которыми они будут рассеяны и возвращу плене египта и и обратно приведу их в землю пафрос в землю происхождения их и там они будут царством слабым она будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами я умалю их чтобы они не господствовали на ады народами и не будут впредь дому израилеву опору и припоминающих беззакония когда они обращались к нему и узнают что я господь бог ну и что вот когда будет это пророчество сбываться а знаете 40 лет египет будет пустынею ну что означает слово пустыня то по-божески то мы не можем рассудить то есть как она сейчас наполнена а меньше уже если в городе было миллион а осталось десять тысяч город опустел это не означает что ни одного человека нету в какой момент надо человеческая вот нога человеческая и нога скотов не будет проходить по ней пастухи ходили а теперь не будут ходить они могут там где-то же других местах просто по пустыне так вот я когда узнал третья книга ездры я стал искать толкование нашел оказывается все это прошло люди даже не заметили когда это было мне это уже никакой пользы не приносит что она там будет написано конкретно для нас для израиля тринадцать четырнадцать исаи считаем как господь говорит каждый побежит свою землю вот еще времена какие будут а так когда будет это сиди разгадывай кто его знает когда будет сколько лет там это никакого отношения ко мне живущими в россии не имеет и поэтому и заботиться не о чем еще один вопрос до меня такие вопросы совершенно не трогают как зачем мне это нужно споры что были ну прошло прошло разговаривать не о чем нету мы изменить ничего не можем бог сказал будет так если написано если раб допустим ему понравилась рабыня человек был свободный ему пришло время освобождать все он горит я его полюбил у нас дети и тогда и он подводит косяку и ухо ему прокалывает на столбце на этом-то и будет рабом вечно вечно как вечно что он сад там на том свете что ли будет вечно а слова стоит вечно видите смысл какой то есть до смерти своей никакой вечности там нету а слово вечно означает всегда я к тому говорю что ты рассуждение должны быть такие нога не проходит господь и холмы прыгали от радости и ордан повернул вспять никогда он не поворачивал когда израиль переходил это образное выражение образно господь герд про стру сапог мой навава и раздавлю его еще у бога сапоги какие-то есть что ли но это образно показывать силу всемогущество бога и каждое слово божественное то мы еще должны понимать как как его понимать в каком смысле это святые отцы только растолковывают а тут нас вообще не касается нисколько у языки или 318 вот главное самое главное надо запомнить и поступать если ты видел грешит а не предупредил человека он погибнет а его кровь я взыщу себя говорит господь но если ты ему говорил он не послушал он погибнет и кровь его на его голове а ты спас свою душу языки или 318 20 а это никакого отношения ко мне не имеет мне даже нужны про это нету еще один вопрос можно можно языки 21 глава здесь речь идет о кедре на иване считать потом 11 стих зато я отдал его в руки властителю народов он поступил с ним как надобно за беззаконие его я отвергиваю кто такой кедр на иване это правитель который в то время был и в господь отверг и все но здесь говорится в саду в саду божьем сад божий смысл только один имеет что там все прекрасно росло и хорошо было и ордан не поворачивал назад а библия говорит повернул назад то есть если бы он был жив он повернул бы чтобы не коснуться переходящих и ордан израильтян и дальше холмы прыгали как агонцы да не прыгали никогда но это образно поэтическое выражение и говорит все дерево в саду божьем завидовали ему ну в саду божьем это означает благоухание везде мы живем здесь вот я где сейчас нахожусь здесь здесь до горизонта пшеница тут подсолнечник свекла гречка вот у нас в старости было 4 гектара а сейчас у него 1200 купил два комбайна и теперь давать два у него каждый больше десяти миллионов рубля не было земля дает до этого держал он коров я уже написал вам сейчас скину это что что и как смотришь и ну из вода рядом там метра четыре даже не прокопаешь колодец все чисто мы восстановили 5 прудов зарыбачили завезли рыбу завезли и не просто так а сетью можно ловить не водом не водом захватили один раз центра полтора вытащили вот так а другие то в россии то там горы одни там урал и проще это почему ломоносов говорил что россия будет перерастать сибирью а в сибири алтайский край жить не со сибири он орденоносный здесь все растет абсолютно и скотина из и пщеловодство еще только нету виноград есть а виноград есть есть виноград кто хочет сажает виноград виноград дыни арбузы яблоки у нас не растет виноград у нас растет все еще говорю раз и огурцы и помидоры картошка чеснок лук все есть все свое никто не голодает да и вот еще один такой вопрос игнатий тиханович рай это квадрат как описывается книги откровения нет не знаем мы еще не знаем что будет на небе что на земле там все говорится образы и на высота ровный ну не надо буквально понимать там цифра каждая имеет значение иначе бы никто ничего не знал вот у нас откровение она вошла в третий том трехтопник у нас вышел полное толкование на новый завет блаженного феопилакта болгарского архиепископа ну и знакомый один минонит немец обратился к богу в моем доме он преподаватель в томском университете был геннадий фаст а теперь вот он занялся полностью все что по откровению говорили святые отцы все собрал у нас вошло в третий том 423 кажется страницы на это там все почему смарагд еще ворота устроены совсем никакого отношения не имеет зеленый отозначает благоухание то есть смысл в этом заложен другой как мы будьте мудры как змеи а какая мудра змея на голову сохраняет и просто как голуби я могу сказать о змеи много пришлось видеть и голубей держу вот так просто то есть более глупой птицы нету чем голубь и больше глупого животного чем овечка а человек сравнивается с тем и с другим потому что он глупый как пробка и в то же время самое мудрое создание надо понимать как написано и что в этом заключено блаженны гордо было бы если бы адам и его не согрешили ну да теперь мы мы не можем в такой форме рассматривать а что если было бы если бы адам у нее не взял да ей было плеуху дал хорошую и все чтобы вторую сотворил или что никак не можем в такой инфинитивной форме только после грехопадения человечество начинает размножаться но размножаться это один вопрос искать бога будут и уже у евы брат убивает брата я думала ли она об этом а почему жертву не принял как узнал что не принял рисует что у него там от этих огурцов по земле дым пошел а у авеля конечная книга да многое не знаем не знаем но для спасения нам достаточно почему давид мы считаем 130 псалом когда он говорит я не входил великой для меня недосягаемая и не смиряли души мы как дитя отнятого от груди матери мне это не надо вот еще как троица дух святой не не как как святые отцы ответили веру я считаю в единого бога отца содержителя вот армян обвиняют что они монофизиты монофизиты то есть не приняли четвертый вселенский халкидонский собор я беседовал тут со священником у нас барнауле есть армянская церковь в честь святой репсимии татаре всеми одинаково ее признают армяне и католики и все надо до разделения еще было они готовы не были приглашены на собор мы не знали я им говорю что в этом вопросе они не виновны ну людей не трудно убедить у нас хорошее отношение с ними тут что-то другие там заворочились армянский священник стал и говорит нам еще говорить ну сколько у меня тут людей то но я сержант а у них у тут говы генерал-полковник митрополит еще сравнивать православных то в одном городе у нас только кажется 15 церквей барнауле а город то небольшой 632 тысячи населения всего так что что-то в аллегорической форме надо понимать по и полетят как орлы не устанут и вот у варил летает крылья распрострел так и идет но точно красивее земного шара да ну понятно тогда земной шар такой красивый я представляю каким будет рай нет не представляете у нас тут один был еще один один человек это выдумал выдумки он у нас тут одна была женщина у стюжанина клавдия и у нее рак и во время операции и зарезали но она умерла вы не все там перепутано есть зашили на ней там разрезали студенты и и там препарировали и она кажется нам через двое суток воскресла это не клиническая смерть и она рассказывает как что там было как видела с одним я разговаривал на шахте был их там задавило где-то но его достали он мертвый был он ожил и он говорит у нас птица павлин сравнить с воробьем воробей павлин там хвост какой так вот наш павлин там горит как воробей такая красота в раю ему было показано это ну только дело шахте шахтер один я разговаривал это же город шахты ростовской области и он на себе рассказывает сам а тут была которая клавдия в барнауле у нее сын в андреи был стал священником у стюжанин но ее сильно преследовали власти и она уехала отсюда там в центр россии я с ней два раза разговаривал и это нисколько не помогло и нисколько она по названию верующая была так считай это чудо никакого никакой перемены в ней не произвело мне евангелия даже кажется не было так что самое главное я обратился шестьдесят втором году 27 сентября какая моя жизнь началась вы видели такое 52 года в пути не это нет я видел златоуста есть потеряешь нет я тогда вам скину сейчас запомните 52 года в пути называется венсполс вы плакать будете вместе со мной да это напишите если нет я напишу 52 года в пути запомнить я вам скину ролики все и вы присоединитесь к молитве здесь у нас тут впервые люди приходят вас примут правила дадут вы просчитаете как какое вы будете не одиноки у у вас с москвой какая разница у нас московское время ну четыре часа у нас разница на четыре часа с москвой ну как папа это римская церковь она церковь но у нее ереси конца нету вот теперь папа непогрешимый вопросах веры бритой меня-то масоны разрешают теперь браке это мужик на мужике гомосексуализм ну то есть проклятие какое-то так что как я отношусь я мы каждый день за них молюсь за франциска мне дано право молиться я был в ватикане тогда был вениамин еще я подарил им книги свои и все новый завет там и к истину православию сейчас готовим переиздание вот на днях закончите у меня еще один вопрос давайте вот книги там когда ангел рафаил выгоняет злого ангела это там имеет место магия нет не было не было а в чем магия что возьми и возьми рыбу магия ну и что вот действует разъедающий у него бельмо сошло и все господь грязью помазал плюнул бринобяне иди помойся горит у нас наоборот дело дистиллированный там не подойди глаза глазной операция тут наоборот грязи замазал иди умойся у бога по-другому все так сейчас остатки вам скину далеко не уходите все то это ваше имя георгий георг юр а как переводится на русском на грузинском на армянском георг это одно и то же имя понятно вы знаете как она переводится вообще грузия не знаю не знаю означает земли пашес земли пашес понимаете то есть он пашет землю вот так что вы землю обрабатываете вот поговорим давай и думай хорошо что я вам напишу с богом с богом с богом давайте отходите